Толкнись два раза и жми на газ. Это вся инструкция по управлению электросамокатом на прокат. Модный и популярный кикшеринг набирает скорость в Подмосковье. С начала сезона жители области совершили уже 120 тысяч поездок. Больше всего ими пользовались в Балашихе и Красногорске. В неофициальной столице Подмосковья на нем только в апреле прокатились более 20 тысяч раз. Я думаю, что самокат попрактичнее и полегче, просто даже в управлении. Если сравнивать с него сложно слезать, самокат можно просто поставить, слезть и уйти. И на самокатах веселее, особенно для молодежи. Не надо приспосабливать свои усилия, просто нажимать на газ и он сам поедет с любой скоростью. С ограниченной, конечно. Быстро – хорошо, но главное все-таки безопасно. Решили в подмосковном Минтрансе и посоветовали с начала сезона катаний ограничить максимальную скорость девайсов до 20 км в час. Теперь и без пробок можно легко добраться до места назначения, и опасность получить травмы самому и нанести их другим стало меньше. Однако дискуссия о безопасности на этом не закрыта, говорят красногорцы. Где можно дать газу, а где все-таки не стоит – большой вопрос. Самокаты – это хорошо, но, скажем так, не в парках место, а хотя бы около парков, если будут отдельные площадки, мне кажется, это нормально. Но с точки зрения, скажем так, парка – это все равно развлекательное место, а самокат уже становится средством мобильности, таким как такси. Правила дорожного движения сегодня никак не регулируют передвижение на самокатах, гироскутерах и подобных им мобильных средствах. Принятие соответствующего закона обсуждается уже третий год. Но любителям этого транспорта можно не ждать норм, чтобы уважать остальных участников движения. Не разгоняться на тротуаре, быть внимательным, проезжая мимо детей, пожилых и собак, и не сигналить в спину. Простые правила этикета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова